Добрый день, друзья! С вами Евгения и вы на моем крымском канале. Друзья, но наше путешествие по Сочи продолжается. Сегодня я вам предлагаю очень интересный сюжет. Это старинный, один из самых старых парков на Черноморском побережье, парк Ривьера. Честно сказать, друзья, я была маленьким ребенком, мне, по-моему, было 6 лет, когда впервые я попала с родителями вот в этот прекрасный парк. И даже есть фотография, где я маленькая, сижу на белом, ну вот эти цементные шары такие были, украшали парки. И вы знаете, спустя много лет, друзья, я искала этот шар огромный, который вот в обхват невозможно поместить его. Оказалось, что это очень маленькие шары. Это просто я была такая маленькая, крохотная, и мне этот шар казался вот таким огромным. Вот так в детстве кажется все преувеличено большим, потом мы вырастаем и видим, что это все было не так. Друзья, ну, я хочу вам показать и скульптуру, и растительность, и вообще просто вот пейзажи эти парковые. Вот посмотрите, полюбуйтесь на современные скульптуры, металлические фонари, и, конечно, различные здесь фонтаны. Это парк развлекательный, друзья, здесь больше упор сделан на развлечения гостей. Ну и, конечно, хотелось бы об истории два слова-то сказать. В 1882 году, получив свою долю наследства после смерти отца, был такой чудесный человек Василий Алексеевич Хлудов. Это был представитель промышленной династии. Вот он приобрел земли на правобережье речки Сочи. Здесь он организовал хутор и молочную ферму, и проложил дороги, разбил сады, развел на склонах гор виноградники. Вот, друзья, были такие любители природы. Ну, вот сейчас аллея тут известных людей, писателей. Вы просто смотрите, а я немножечко истории расскажу. Ну, в это время здесь вот и размещается Кавказская ривьера, и, конечно, много нового настроили. Различные тут увеселительные, развлекательные мероприятия, и океанариум, тут что еще. Друзья, ну, о Хлудове. Мы дальше с вами будем смотреть его дачу. Вот пока я вам чуть-чуть рассказываю. Хлудов разбил парк в самой лучшей равнинной части своего имения. Выделил возвышенное место для строительства вот этого прекрасного дома. И от нее, как от центра, проложил несколько аллей, расходящихся лучами. Между ними на просторных куртинах и полянах были высажены экзотические декоративные растения. Друзья, это уже третий парк, который мы посетили. У нас большое путешествие. Мы очень каждый день практически ходили что-нибудь смотреть. Мы с вами уже посмотрели Дендрарий, несколько фильмов. Парк Южной культуры. Это все здесь, в Сочи, в Адлере. И вот сегодня это третий парк. Ну вот этот парк моего детства, поэтому у меня такое нежное отношение. Хотя, вы знаете, по красоте, конечно, другие парки, может быть, даже и превосходят его. Но это самый старинный. Ну и дальше продолжаю. В 1896 году завершилось строительство здания дачи Хлудова. Автором проекта которого был архитектор Кекушев. Так был заложен уникальный парк. Агроном Гарбе и профессор Вобст. Ну все, видите, иностранцы, конечно, садоводы вот эти великие были. Который является сегодня одним из самых живописных уголков города-курорта Сочи. Конечно, друзья, здесь очень много детей, много развлечений различных. Это вот более развлекательно. Если тем мы с вами Дендрарий смотрели, все-таки там у нас упор был больше на флору, на фауну даже животные. То здесь, конечно, вот больше он сейчас развлекательный парк. Конечно, где-то местами требует он, может быть, какой-то реконструкции. Но продолжаю историю. В 1900 и 1901 году Хлодов продал свое имение. И парк поступил в ведение городской казны. И в 1902 году был объявлен городским общедоступным парком отдыха. То есть, друзья, практически 120 лет это уже городской парк, общедоступный. Ну и, конечно, в тот период заложены были парники, расширена, переустроена оранжерея. Во время Первой мировой и гражданских войн парк значительно пострадал. Часть ценных паров была вырублена, некоторые зеленые насаждения повреждены. В 1917 году площадь парка составляла 12 гектаров. Ну, друзья, до установления советской власти в Сочи парк именовался Хлодовским. И в 1920 году перешел в ведение сочинского курортного управления. Ну, так вот аббревиатурой он и назывался. И с 1937 года только стал называться Ривьера. Конечно, Ривьера название очень красивое. Еще детские воспоминания мои. Мне прямо это слово душа замирает. Ривьера. Очень красиво. В 2006 году, друзья, парк был зарегистрирован как муниципальное унитарное предприятие парк культуры и отдыха Ривьера города Сочи. Ну, вот такая предыстория небольшая. Ну, и теперь, друзья, о самом парке. Курортный парк развлечений в центральном районе города Сочи. Друзья, здесь такая есть аллея космонавтов. Поэтому там немножечко наснимала. Они высаживали деревья и посещают всегда это место. Ну, а я продолжаю. И более чем за вековую историю существования парк собрал уникальную дендрологическую коллекцию. В ней насчитывается 240 видов растений, из которых 50 представляют особую ценность. И на территории парка общей площадью 14 гектаров произрастает более 10 тысяч деревьев и кустарников. И большая часть растений это вечно зеленые. Многие цветут зимой, что делает парк, конечно, привлекательным в любое время года. Ну, мне очень понравились вот тут фонтанчики. И, конечно, это все очень живописно. Вода всегда это освежает. Но это была весна, еще не очень жарко. А летом, я думаю, это очень кстати. Конечно, друзья, за более чем 120-летнюю историю много всего было интересного. Но мне хотелось бы вам рассказать о строениях. Еще об архитектуре, которой я всегда очень увлекаюсь. И вообще, что здесь есть интересного на территории. Свой современный облик парк начал приобретать в 50-60-е годы. Малые архитектурные формы, фонтаны, скульптуры, строения. В общем, здесь вот все потихонечку еще добавлялось. Потому что история же за 100 лет очень много всего. В 1896 году на возвышенном месте, равнинной вот этой части, Хлудов построил дачу. Она построена в стиле модерн с элементами древнерусского тиремного зодчества. Ну, вот как тирема. Она действительно сейчас, я вам хочу сказать, вот мы уже увидели с вами эту дачу. Друзья, она немножко изменила свой облик. Даже, наверное, не немножко. Потому что была реконструкция. Она сейчас в частных руках. И здесь, в общем-то, они, конечно, наверное, отошли от... Что-то я вот вижу, что-то достраивалось даже. Ну и так. Стиль модерн с элементами древнерусского тиремного зодчества. Это было, друзья, было двухэтажное здание с хозяйственной постройкой. И в 1909 году дача перешла во владение жене губернского секретаря Марии Федоровне Золиной. Дом прекрасно и прочно устроен. В нем 12 комнат. Это вот, видимо, из каких-то архивных запись. Значит, 12 комнат. Все необходимые служебные постройки в полной справности. За домом раскинут в полторы десятины пар. По словам местных жителей, дом обошелся бывшему владельцу более 40 тысяч рублей. Тогда, по тем деньгам, теперь этот дом принадлежит тамбурскому помещику Золину, купившему его на торгах казенных участков за 42 тысячи рублей. Ну вот нашла такой интересный все-таки. Ну и, конечно, друзья, архитектурное строение претерпело много страданий. Но оно как феникс, можно сказать, восстало из пепла. Потому что, друзья, вот я нашла материал, что... Ну, немножко истории еще, что во время войны была поликлиника. И после войны опять была поликлиника. Потом тут какой-то штаб во время войны был. Вот полюбуйтесь на этот дом. Запоминайте, как вот он выглядит. Потому что я вам сейчас интересно очень расскажу. В 2009 году объявлялась она объектом культурного наследия России регионального значения. И находилась она в заброшенном и полуразрушенном состоянии. В 2009 году в ходе реставрации дача была снесена, друзья. И в 2012 году выстроена заново из новых материалов. Но со значительными отступлениями от первоначального объекта. Друзья, ну немножечко еще продолжаю более современной истории. Вы знаете, что вот это строение... Вот сейчас вы макет видите, который уже потом перестроили. Так вот, в 90-х годах продали это здание бронцаловской компании «Хант Холдинг». Краснодарский краевой совет профсоюзов. На балансе которого вот это обветшавское здание, исторический объект. Они его сбыли с рук. И бронцалов, это водочный король 90-х. Посмотрите, в каком состоянии это было. Типичный, ну, вориш тех времен, первоначального накопления капитала. Но мы с вами-то помним эти времена. Ему принадлежал тогда завод «Феррейн», который довольно долго производил водку и фармпрепараты. Ну, очень сомнительного качества часто. В отличие от истинно дореволюционного аптекаря «Феррейн». Это аптекарь такой был, который, наверное, в гробу переворачивался. Узнав, как присвоили, опозорили его честное имя. А теперь вы видите вот это безобразие. Но я не знаю, мне кажется, это настолько избыточно и вычурно. И, ну, просто какая-то неприличная роскошь такая. Непонятно, зачем она нужна. Вот сейчас это современный владелец вот такие интерьеры создал, друзья. Это отель-бутик, в котором вы можете снять себе номер на ночь до 100 тысяч. Ну, от 30, по-моему, начинаются различные номера. В общем, это все можно узнать на Booking.com, по-моему. Друзья, тут вот на задах стояли такие удивительные дачи через забор. У меня просто хорошее приближение. И вот тоже посмотрите, какой великолепный модерн. Ну, вот так много интересного, друзья, узнала я, изучая эту историю, гуляя. И, конечно, я всегда наслаждаюсь, когда снимаю, что я в предвкушении, что я буду читать и буду узнавать много новых век нашей истории. Вот видите, прибирают, тут даже как-то сняла уборщики, очень чисто. Друзья, дольмен не настоящий. Дольмены это такие ящики, которые древние тавры в Крыму, например. Ну, они на Кавказе тоже хоронили своих умерших. Ну, такая есть версия. Вот этот дольмен искусственно сделан. Не знаю, зачем он сделан, для какой цели. Это, в общем-то, могильник. Посмотрите мои фильмы. Я вот если найду, обязательно вставлю, наверху будет ссылочка. Посмотрите, мы с моими гостями гуляем по Крымским горам. Прямо вблизи дома на горе Кошка есть вот эти дольмены и вот эти могильные ящики. Я очень много там наснимала и рассказываю об этом путешествии. Это о Крыме уже там. Ну, вот здесь вот я зашла со всех сторон, посмотрела, потому что мне очень интересно это было. Ну, вот, друзья, кстати, еще хочу чуть-чуть продолжить истории. Вы пока смотрите тут парк. Я гуляю по парку, а я все-таки история очень волнительная. Дело в том, что Брынсалов вот этот отстроил этот дом, вот этого канареечного цвета. Может быть, он и красиво выглядит. Но для тех, кто разбирается в истории, понятно, что вот для модерна вообще этот даже цвет был не характерен. Он был серого приглушенного цвета. Вы там в более ранних фотографиях видите вот эту предысторию, как этот дом выглядел. Ну, вот, друзья, такая вот печальная, то есть исторического ничего не сохранилось. Это минимум еще этаж возвели и все это такое кичливое получилось здание, как внутри, так и снаружи. Ну, а теперь, друзья, сам Хлудов, человек, которому мы обязаны тем, что вот такой чудесный парк он создал. И, конечно, та дача историческая, которой, к сожалению, уже нет. Ну, вот, друзья, наверное, на сегодня все. Я думаю, что вот эта дорого-богато, которая я вам показала, тоже наводит вас на мысли о вкусе этих людей. Ну, да бог с ним, как говорится. С вами, друзья, как всегда, была ваша Евгения. И заходите на мой канал, жду вас всех, люблю. Всем большой привет моим подписчикам и до новых прекрасных встреч!